Администрация Читы создаст службу обеспечения учреждений культуры, где будут работать 137 человек. Комитет по финансам должен предусмотреть в бюджете на 2017 год денежные средства для работы новой службы. Глава Читинской администрации Олег Кузнецов занял предпоследнее место в национальном рейтинге мэров по итогам августа-сентября, сообщает Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». На последней строчке оказался мэр Кировской области Александр Перескоков. Жители края смогут увидеть в прямом эфире открытый урок учителя математики из Агинской средней школы номер 2 Саилмы Батаболотовой. Она представляет Забайкальский край в Сочи на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России-2017». В ближайшее воскресенье забайкальцы отметят День музыки. Для читинцев и гостей города в краевой филармонии подготовят выставку картин, выступления творческих коллективов, танцевальные мастер-классы, фотобудку. 6 и 7 октября в Чите пройдет финальный этап спорта-киады школьников Забайкальского края по легкой атлетике и настольному теннису. Спортсмены встретятся на площадках стадиона «Юность» и молодежного комплекса «Мегаполис спорт». В 2017 году в Забайкальском крае из-за засухи пострадало 31,6 тысяч гектар яровых культур. Ущерб от засухи сократился в два раза по сравнению с прошлым годом. Власти Читы могут передать в федеральную собственность земельный участок в центре города. Речь идет о территории по улице Угданской, где находится Сибирское территориальное управление имущественных отношений Минобороны страны. 1 октября пройдет очередная массовая тренировка по бесплатной программе «Стодневный воркаут». Принять участие может любой человек, независимо от пола, возраста и уровня физической подготовки. В Читинском городском зоопарке продолжается ежедневный сбор урожая, которым неравнодушные забайкальцы могут поделиться с животными. Сельхозпродукцию принимает специальная комиссия.